Добрый день, уважаемые садоводы! С вами председатель СНТ «Прогресс» Массив Тургеник Хохлов Дмитрий Иванович. У меня для вас просьба и информация. Дело в следующем. Для всех для нас пока еще не установленные лица распространили по массиву листовки. Они не подписаны. С критикой в адрес председателя и с описанием якобы моих нарушений. У меня просьба. Информацию дал теперь просьба. В случае, если к вам будут эти лица обращаться, что-то там рассказывать и рассказывать, требуйте, конечно, доказательств. Но просьба заключается в следующем. Требуйте от этих лиц, чтобы они дали мне официальное согласие, вплоть до письменного, чтобы я мог раскрыть информацию о тех подвигах и нарушениях, которые они совершили за последние годы. Или я в суд подавал на них на взыскание долгов, или на их родственников, или они вовремя не сдали документы по два, по три, по десять лет, полгода, или в документах указали ложные адреса и прочее, что осложнило взыскание в суде. Вы понимаете, то есть я, мои руки связаны выдачей этой информации о этих людях, чтобы у нас была четкая картина, кто стоит за помехами работе председателя. Но я-то знаю, кто стоит, и какие там мотивы и причины, какие обиды, и какие претензии. Я, значит, эти товарищи на завтра назначаю собрание на пункте охраны. Администрация правления СНТ это собрание, эту сходку не санкционировала, она получается незаконная. На всякий случай я, председатель, написал заявление в полицию Кенеля для наличия наряда, чтобы правило, чтобы порядок не нарушался, чтобы, не дай бог, там драка, угрозы, или не сломали какое-нибудь имущество общего пользования, или там не повредили кого-нибудь из дачников. Я обращаюсь к противодействию группировки, которая слухами, сплетними, пострекательством пытается призывать работу в деятельность председателя, из-за личной неприязни к председателю. Личных обид, неумение провести объективный анализ ситуации и деятельности. Ну, а что-то мечтать. Ребята, давайте жить дружно. Помните не только о своих правах, но и о обязанностях. Выполняйте все, что положено от и до. Платите членские взносы, не доводите до суда. Не нарушайте прав других садоводов. Не оформляйте по сомнительным документам участки. Оформляйте участки в срок, а также займитесь тем, что, если вы оформили свой участок, подайте документы в правление. Предоставляйте право установить документы в правление лично в руки председателя. В свое время изучайте информацию на нашем сайте. Читайте отчеты. Принимайте участие в общих собраниях, которые проходят у нас от двух вниманий до четырех месяцев. За эти два-четыре месяца, два-четыре месяца, вот четыре месяца было последний раз у нас в собрании, можно задать председателю кучу вопросов. Лично или письменно. Я с удовольствием все эти вопросы проработаю, запишу видеоопрощение и ответ услышите не только вы, но и другие садоводы. Почему-то от противодействующей группировки, вот таких вот прямых входящих, от них нет. Если они приходят, то с выяснениями, с переходом на личность, с хамством, с непонятными претензиями, вопросы содержат, сами по себе вопросы содержат клевету, ложь, непроверенную, лживую, противоречивую информацию. Вот. Я сказал, собрание от двух до четырех месяцев. Я прошу этих лиц признать, что вынуждая вас платить вовремя или через суд, председатель добросовестный. Я делаю, я свою работу выполняю добросовестно. Меня облекли дачники доверием, я собираю средства на хозяйственную деятельность товарища. Без денег товарища существовать не может. Я делаю добросовестно. Я повторяю, давайте жить дружно, не устраивать гражданской войны. Наш товарище является не только очень большим, но и трудноуправляемым. Оно у нас огромное. Оно у нас хорошее. Оно у нас одно из лучших товариществ. Так, сейчас написали, сейчас я отвечу. Вот. Гражданская война, внутренние распри разваливают не только страны, как у нас в 17-м году, как там многие другие крупные страны, но и такие маленькие и большие, как наши товарищи. Я также, как вирус-человек, хочу привести слова из Ветхого Завета. Значит, по-русски, по-простому, по-рабочий-крестьянски. Там сказано, если вы не можете делать хорошее, не делайте плохое. Я к вам еще раз обращаюсь. Хватит вредить. Хватит вредить. Не можете сделать хорошее, перестаньте вредить. Повторяю, давайте жить дружно, не устраивайте гражданской войны. В СНТ «Прогресс», который является не только огромным и трудным в управлении, но и одним из лучшим. С уважением, председатель СНТ «Прогресс» Хохлов Дмитрий Иванович. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok